Приветствую вас! Вы знаете, я тут вот в соседнем вопросе, который, ну, отвечал перед вашим, вот, раскрывал чувство любви, вот. Мне кажется, что вам не мешало бы тоже на эту тему подумать, вот, поэтому вы тогда либо ко мне в профиль зайдите и посмотрите вопрос, который называется, что делать, если любишь женатого, вот, либо, соответственно, на канале на ютубе также можете это найти. Он так и называется. Ролик, ответ. Что делать, если любишь женатого? Вот. Сейчас я вам могу сказать следующее. Во-первых, вам необходимо определить для себя, что за чувства вы испытываете к женщинам. Вот конкретно, что за чувства у вас? Знаете, я думаю, что если это чувство серьезное и искреннее, да, и как вы говорите, что у вас голова работает на 30, то позвольте вот немножко усомниться в том, что вы говорите. Почему? Потому что мужчина, которым все за 30 никогда не будет ставить вопрос так, как влюбить в себя женщину. Почему? Потому что он знает, что чувства, которые есть у любого человека, они ему не подвластны. Вот вы влюбились, например, в человека, да, в женщину, который старше вас. Вы знаете, что, ну, наверное, будут определенные проблемы, да? Вы в курсе этого. Но вас это не остановило. Почему не остановило? Потому что вы знаете, что у вас есть чувства, что вы чувствуете, что вы любите и так далее. Вы в этом уверены. А представьте себе, что у женщины, например, этих чувств нет. Я не говорю, что она вас не любит. Я не хочу сказать сразу, что она вас не любит. Да, я этого не знаю. Я не знаю, любит ли она вас или нет. Но я хочу сказать, я хочу сказать, что если она вас не любит, то это не нужно принять. То есть не нужно никого в себя влюблять. Это, ну, какое-то, знаете, насилие над чувствами другого человека и довольно эгоистично. То есть вот, я влюбился, да, я хочу в себя влюбить, словно другого человека. Вот. Просто чтобы он меня любил, чтобы был со мной. Вот. А если другой человек не хочет, как бы, с вами влюблять, то меня это мало волнует. Ну, это, поэтому, что мышление, к сожалению, не зрелый человек. Вот. То есть я верю в то, что вы умеете красиво ухаживать, я верю в то, что вы это делаете с этим замечательно, но именно вот по вопросам, да, в этом, это позиция не зрелого человека. Так же я верю в то, что вам это нужно. То есть я боюсь себя отчет в том, что вам это нужно. То есть вам нужно, чтобы женщина в вас влюбилась. Вот. А для чего, почему, это не важно. Это не важно. Я верю в то, что вы не любите. Хотите, чтобы женщина в вас влюбилась. Вот. Вам это нужно. То есть некое ваше желание, ваше желание с этим связано. Ну так давайте подумаем, какое желание с этим связано. Для чего вам, для чего вам. Чтобы она в вас влюбилась. Что вы через это хотите для себя получить. Ну вот конкретно. Что вы хотите получить для себя. Что вам нужно. Что вам не хватает. Что вы хотите, чтобы она в вас влюбилась. Вот. Подумайте над этим. Насколько чисто у вас чувство. Ну, по отношению к ней. По отношению к женщине. Вот. Подумайте, насколько чисто у вас эмоция. По отношению к ней. Хотите ли вы, чтобы она была счастлива. Или хотите, чтобы вы были счастливы. Все, все таки. Понимаете? Это важный момент. На самом деле. Потому что если вы хотите быть счастливы сами. То я полагаю, что совершенно очевидно. Очевидно, что любовь ваша не чиста. Недостаточно истинна. И соответственно счастья вам она не принесет. Никакого. Если вы хотите для нее счастья. То подумайте. А что, собственно, сделать счастливым человека. Вот. Что сделает ее счастливой женщина. Вы же это знаете. Вы же... Я уверен. В курсе. Что может ее сделать счастливой. Вот. И подумайте. Мне кажется, это не сложно. Дальше. Значит так. Очень важно. Очень важно понять. Что подоплеку ваших сил. Вот. Я имею ввиду. Нет ли переноса здесь. Ага. С родительской позиции. Вот. Знаете. Ну, родительские отношения. Очень часто. Люди. Вот. Когда. Влюбляются в. Ну. Партнеров старше. Они переносят отношения из своей семьи. Вот. То есть, например, если вам не хватало в детстве мамы, то вы, соответственно, будете адвокироваться на маму. Или если в детстве и вообще в жизни вы были близки с детским со своей мамой, да, то вы, соответственно, будете искать отношения, в которых женщина была бы старше и брала бы на себя, ну, такую вот роль, как бы, лидер. Я не говорю, если вы обязательно не хотите быть лидером. Вот. Но, тем не менее, на этот момент нужно учитывать. То есть, ну, не исключить влияние родительских отношений на ваш выбор. Вот. Чтобы точно быть уверенным, что нет. Ну, это родитель здесь ни при чем. Вот. И одного вашего высказывания, например, по поводу того, что я точно уверен в том, что родитель не при чем, или что у меня, чтобы все было хорошо в отношениях с тобой, что я поймал. Ну, недостаточно. Нужно проводить аналог. Вот. Я не говорю, что вы обманываете, но я хочу сказать, что людям сложно ошибаться, и вы также можете ошибаться. Вот. А... к сожалению. Вот. Дальше. То, что касается... Ммм... Так. Она говорит, что я настоящий мужчина, что у меня много хороших качеств. Псимист, конечно, старался. Вот. Голова думает на 30. Вот. С каких пор мышление стало определяется возрастом. То есть... Вот я, например, не могу сказать, что вы думаете на 30. Вот. Я потом уже говорил. Мне кажется, что вы думаете на 30 лет. Мне кажется, что вы думаете, к сожалению, на меньшее, потому что хотите влюбить ее сюда. Вот. То есть это ничего не значит. Что-то она говорит. Ну, это, знаете, тоже ничего не значит. Ничего не значит. Хотя это, без словно, плюс, но вопрос, что это значит для вас. Что-то она говорит. Вот. То есть именно для вас это что может значить вот то, что она говорит. Именно вы это воспринимаете как. Дальше. А... значит... Она говорит, что не может быть в этом смысле и за возраст. Ага. Я много раз слышал такие отговорки у людей. Ага. Ну, разных, разных совершенно возрастов, да. Разных совершенно отношений. Я могу сказать, что это ничего не значит. Нет, при условии, если женщина там, ну, грубо говоря, если она свободна. То есть если у нее никого нет. Вот. То есть, иными словами, если женщина свободна, если вот кроме вас она больше, ну, ни с кем в отношениях не находится. Вот. То я думаю, что все как бы у вас может получиться. Вот. Сейчас она просто пытается, как бы выставляет стену такую, да, выставляет стены, чтобы показать вам, что, ну, что она вам не верит просто. Вот. Ну, если вы будете настаивать, она, конечно, я думаю, на отношения согласится. Опять же, при условии, если она действительно одна, если она свободна, если у нее там, ну, никого нет. И если вы будете вести себя, ориентироваться на нее, а не на себя, как вы пока что сейчас, на данный момент делает. Вот. То есть, ее сломалось, понимать, привет, мне стоит. Но. 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 Вам необходимо рассматривать такой вариант, что у вас с ней ничего не получится. И в этом случае, в этом случае, что вы будете делать. Это все, на самом деле, очень важно, потому что, если вы не будете рассматривать такой вариант, то, по сути, все так, что вы будете играть ва-банку постоянно. У женщины, в отличие от вас, скорее всего, есть запасные варианты, есть другие мужчины, а у вас, кроме нее, наверное, больше никого нет. И это, на самом деле, очень плохо, потому что в отношениях вы не равны будете. А также, также я бы хотел спросить вас, для чего вы все это делали. Ну, то есть, ужин романтический там и так далее. Зачем? Вот то, что меня интересует. Зачем вы это все делали? Для чего? Во. Знаете, если вы это все делали просто, чисто для нее, да, вот, чтобы ей было хорошо, например, то это замечательно. Супер. Я рад. Серьезно. Я рад. Если это все для нее, я очень бы рад. Но у меня такое ощущение, что вы делали это все, опять же, для себя. То есть, вы в надежде на то, что она даст вам то, что вы хотите, то есть, ну, не знаю, согласиться с вами на отношения, может быть, на секс, там, что вы говорите про близость. Вот, а насколько это ближе-близже, собственно, оправданно, да, вы не говорите. Тут непонятно, сколько времени вы встречаетесь, вот, что вас связывает, вот, и что вообще между вами общего есть. Ну, именно, вот, и есть ли что-то между вами общее. Потому что, еще раз, да, как бы это все под сомнением. Вот. То есть, определите для себя, для чего вы делаете все, что вот делаете. Зачем вы делаете то, что делаете. Вот. Ну, а что касается того, как влюбить в себя человека, то есть очень коварная история. Дело в том, что можно стать тем, можно, можно, можно стать тем, а, кого хочет видеть женщину, например. Можно стать. Но, если вы это делаете не для себя, а для нее, вот, то есть очень большой риск. Риск того, что потом вы будете ей предъявлять за то, что она не ценит того, что вы, а, ну, для нее сделали, например. Например. Вот. Есть риск того, что вы будете обижены на нее. Есть риск того, что вам будет, а, ну, как-то вот, знаете, неприятно, может быть, не по себе. Может быть, от того, что вот вы столько всего делаете, да, для нее, а она, ну, как бы никакой обратной связи не дает вам. Вот. И в этом случае, конечно, вы рискуете, в общем-то, отношения разрушить. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, вы рискуете отношения разрушить в этом случае. А, так что, здесь нужно смотреть осторожно действовать нужно. А, если же вы уверены, что хотите меняться, да, допустим, ну, просто вот, допустим, хотите меняться, считается, что, как бы, ну, пора уже меняться, да, но вот, все никак не могли выбрать, допустим, куда, да. Куда меняться, вот, то здесь ориентируйтесь на нее, то есть на то, что ей нужно, на то, в чем она нуждается, на то, чего она хочет, на то, что ей необходимо, по сути дела. Понимаете? Вот. То есть, смотрите на то, какой мужчина, например, ей нужен, смотрите на то, какие у нее желания вообще есть, ну, вот, именно, ну, именно в жизни, вот, какие у нее есть желания, да, потому что это важно очень. Вот. Смотрите, исследуйте и старайтесь быть тем, как, тем, кто ей нужен. То есть, если, например, женщине нужен защитник, старайтесь ее защищать, если женщине нужен тот, кто одобряет ее желания, да, кто принимает ее позицию, там, ну, допустим, будьте соответственно чем-то, ну и так далее, так далее, так далее. То есть, тут нужен более четкий такой, наверное, психологический отряд больше, собственно, женщины, чтобы понять, как вам привязать ее к себе, чтобы сделать, чтобы она влюбилась. Вот. Но помните, что если вы будете делать это не для себя, если вы будете делать это для нее, а не для себя, все это может разручиться. Потому что со временем, когда вы ее завоюете, вы настоящий, вы тот, кого вы подавляли. Подавляли. Он вернется. Он вернется. И тогда все будет плохо. К сожалению. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok